SCP-432. Лабиринт в шкафчике. Объект номер SCP-432. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. SCP-432 должен находиться в хранилище в секторе 25. Он всегда должен быть заперт, а ключ от замка должен храниться на ближайшем посту охраны под надзором трех сотрудников уровня 3. Другие особые условия содержания не требуются. Описание. SCP-432. Стальной двухдверный шкафчик размерами 2 метра в высоту, 1.2 метра в ширину и 1 метр в глубину. Шкафчик окрашен в матовый зеленый цвет и не имеет каких-либо отличительных признаков, за исключением нескольких пятен ржавчины и неглубоких царапин, что характерно для подобных объектов, находившихся в эксплуатации в течение длительного периода времени. Двери шкафчика оснащены стандартным скользящим засовом и засовом для навесного замка, что позволяет запирать дверь снаружи. Внутри SCP-432 выглядит совершенно иначе, чем снаружи. Его двери ведут в некое экстромерное пространство, представляющее собой огромную запутанную сеть все еще неисследованных коридоров. Стены, пол и потолок лабиринта сделаны из потускневшей и насквозь проржавевшей стали, из которой сделан сам SCP-432. Высота потолка в коридорах 2 метра, ширина прохода в 1.2 метра. Коридоры лабиринта внутри SCP-432 освещены через непоследовательные интервалы обычными лампочками накаливания, крученными в патроны на стенах. Многие лампочки мерцают, что указывает на скорое окончание их срока службы. Большинство других выгорели или разбиты. Кое-где к стенам тоннелей прикреплены большие стальные трубы. Эти трубы холодные на ощупь, внутри них течет вода, хотя до сих пор неизвестно, куда ведут эти трубы и откуда в них появляется вода. В некоторых местах трубы явно требуют ремонта, и из них капает холодная, примерно 3 градуса, вода. Анализ этой воды показал очень низкое содержание кислорода и присутствие следовых количеств оксида железа. Но несмотря на это, вода пригодна для питья. Точный размер лабиринта внутри SCP-432 не может быть определен, так как каждый раз, когда дверь закрывают и открывают, она ведет в совершенно другой сектор лабиринта. Судьба сотрудников, оставшихся внутри лабиринта, неизвестна. Хотя анализ, найденных в лабиринте человеческих останков, позволяет предположить, что заблудившиеся в нем люди в конце концов погибают от голода. Кроме того, судя по различным находкам, в ходе исследований лабиринта в его коридорах обитает большое хищное животное неопределенного вида. Здесь далее обозначаемо как SCP-432-1. Использование GPS-маячков внутри SCP-432 оказалось бесполезным, ровно как и мобильных телефонов. Устройства с дистанционным управлением, посланные в SCP-432, прекращают функционировать, проехав примерно на 20 метров вглубь лабиринта, что делает удаленное составление планов лабиринта невозможным. Связь с людьми, находящимися внутри лабиринта, можно держать по радио, хотя по мере продвижения вглубь лабиринта возникают сильные помехи. Если двери закрыть, связь с находящимися внутри людьми мгновенно прерывается. Дополнительные примечания SCP-432 был обнаружен в заброшенном промышленном комплексе Великобритании. Он привлек внимание фонда после того, как доктор Т. Смол стал получать сообщение о пропаже бездомных в этом комплексе. Проведя расследование, доктор Смол обнаружил шкафчик в центре покинутого стрелитейного цеха, окруженный многочисленными спальными мешками, сумками с одеждой, тележками из супермаркета и другими личными вещами, которые подтверждали, что тут когда-то жили бездомные бродяги. SCP-432 не был заперт, но дверь была закрыта. После исследования непосредственной области возле входа, доктор Смол покинул лабиринт и вызвал сотрудников фонда, чтобы поместить шкафчик в сектор 25 для изучения. В настоящее время внутрь SCP-432 было посленно экспедиции с целью составления его внутренних планов. К настоящему времени внутри было потеряно доставление сотрудников класса D. В дальнейшем проводить экспедиции без специального разрешения по меньшей мере двух сотрудников уровня 4 запрещается. Анализ образцов краски, изношенности металла и конструкции лабиринта позволяет предположить, что этот лабиринт был построен в начале 50-х годов XX века. Тем не менее, предметы, найденные внутри SCP-432, относятся к более ранним периодам. Экспедиция. Ниже описаны экспедиции внутрь SCP-432, проведенные к настоящему времени. Стандартный одобренный набор для проведения миссии, утвержденный доктором Т. Смолом и доктором Сморс-Сиас. Один фонарик с продолжительностью работы 3 часа и дополнительными источниками питания, обеспечивающими его работу в течение еще 6 часов. Один микрофон с наушниками для связи с пунктом управления. Одна установленная на плече видеокамера с беспроводной передачей данных. Две полулитровые бутылки воды, два высококалорийных энергетических батончика, 8 кусков светящегося мела. Экспедиция внутрь SCP-432. Номер 1. Дата. Наблюдатель доктор Т. Смол. Субъект. Д. 64502. Мужчина нормального телосложения. За субъектом значится случай разбойного нападения при отягчающих обстоятельствах и краже. Субъект оснащен стандартным набором оборудования для проведения миссии и послан внутрь SCP-432. Камера включена и субъект входит в SCP-432. Дверь удерживается открытой 3-х килограммовым грузом, помещенным в дверном проеме, который должен убрать дежурный техник, если это понадобится. На видео различим короткий коридор, стены которого сделаны из такого же проржевевшего материала, как и сам SCP-432. Пол сделан из гофрированной стали, из которой обычно делают промышленные мостики, порталы подъемных кранов и подставки для бочек. Коридор поворачивают на 90 градусов направо приблизительно через 5 метров от субъекта. Наблюдатель просит, чтобы субъект прошел за угол. По просьбе субъект продвигается вперед, поворачивает за угол и попадает в более длинный тоннель, точная длина которого не может быть определена из-за недостаточного освещения. Обычно электрическая лампочка на стене освещает непосредственную область, но она светит не далее, чем на 3 метра. Впереди можно видеть другие лампочки, но они освещают лишь участки тоннеля. Наблюдатель советует субъекту включить фонарь, и в коридоре становится значительно светлее, но только в пределах луча фонаря, приблизительно на 20 метров. Наблюдатель просит, чтобы субъект продолжил двигаться дальше по тоннелю. Приблизительно через 42 метра в тоннеле появляется перекресток. D-64502 спрашивает у наблюдателя, какой дорогой ему пойти, и наблюдатель просит субъекта самого выбрать тоннель. Субъект решает идти налево, и прежде чем пойти в новый тоннель, достает из рюкзака с оборудованием кусок мела и рисует большую стрелку на стене, указывая на направление выхода. Как только субъект вступает в новый тоннель, наблюдатель замечает, что качество видео начало ухудшаться. На мониторах появляются помехи, и наблюдатель сообщает об этом субъекту. Субъект проходит по новому тоннелю 11 метров и останавливается перед Т-образным перекрестком. Субъект выбирает левый тоннель, снова отмечая мелом направлении к выходу и продолжает двигаться вперед. Субъект проходит приблизительно 5 метров по тоннелю, после чего останавливается и спрашивает наблюдателя, слышал ли он что-нибудь. Наблюдатель дает отрицательный ответ и спрашивает, что слышал D-64502. Субъект стоит тихо, как будто слушает. Затем отвечает приглушенным голосом, что что-то вдалеке барабанит стену и кричит. Субъект становится взволнованным и говорит наблюдателю, что это звучит, бать как страшно. Наблюдатель усиливает аудиосигнал, который улавливает камера субъекта и слышит звуки, которые описал субъект. Повторяющийся отдаленный стук, как будто кто-то последовательно бьет рукой или ладонью по металлической поверхности. Голос может быть слышен, но качество звука не позволяет различить слова. Субъект от этих звуков приходит в еще большее волнение. Наблюдатель говорит субъекту, чтобы он шел в направлении криков. Субъект протестует, но после короткой дискуссии с наблюдателем касательно его соглашения он двигается дальше. Приблизительно через 14 метров тоннель поворачивает на 90 градусов и плавно уходит вниз. Помехи на видео значительно усиливаются и к ним также добавляются незначительные аудиопомехи. Субъект начинает тяжело дышать и бормотать шепотом. Субъект проходит вниз по тоннелю приблизительно 27 метров, пока пол снова не выравнивается. Субъект внезапно останавливается, приседает и ругается. Наблюдатель спрашивает, почему он остановился. Субъект сидит тихо, но его дыхание стало громче и тяжелее. Наблюдатель спрашивает снова, почему субъект остановился, и D6452 отвечает, что он услышал вопль и что стук и грибки внезапно прекратились. Наблюдатель просит субъекта встать и двигаться дальше, но субъект становится взволнованным и требует, чтобы ему позволили вернуться. После нескольких минут припиратель субъект встает, делает большой глоток воды из бутылки и продолжает двигаться дальше, хотя и медленно. Впереди тоннель разветвляется, образуя Т-образный перекресток, и наблюдатель говорит субъекту идти направо. Субъект отмечает путь назад к выходу мелом и идет направо. Тоннель заканчивается тупиком через 6 метров. Наблюдатель советует субъекту вернуться к перекрестку и выбрать левый тоннель. Он также оканчивается тупиком, на этот раз уже через 4 метра. Субъект, кажется, немного успокаивается и предлагает возвратиться к предыдущему Т-образному перекрестку, выбрать другой тоннель. Наблюдатель советует субъекту, который решает отозвать субъект и проанализируя все полученные данные. Субъект находится внутри SCP-432 уже в течение 37 минут. Наблюдатель говорит субъекту возвращаться. Субъект идет обратно через тоннель по своим отметкам мелом к выходу. На перекрестке субъект снова замирает и спрашивает наблюдателя, слышал ли он шум. Наблюдатель подтверждает, что он услышал звук, но просит, чтобы Д-6352 объяснил, что он слышит. Субъект описывает шум как ветер. В этот момент на камере видно, как с порывом ветра из правого неразведанного тоннеля вылетает нечто, что позже было опознано, как высохшие листья. Субъект отмечает, что ветер пахнет мочой. Наблюдатель говорит субъекту собрать несколько листьев для анализа. Затем продолжает движение по правому тоннелю, чтобы определить, откуда они взялись. Субъект собирает листья и просит разрешения покинуть SCP-432, но проходит к тоннелю. Как только он вступает в тоннель, по каналам аудиосвязи слышен громкий, отзывающийся эхом рев, как будто издаваемый большим животным наподобие медведя или льва. Субъект кричит и в панике бежит к выходу из лабиринта, игнорируя приказы из пункта управления вернуться и исследовать источник звука. Субъект бежит к выходу и падает в обморок на складе. Экспедиция прервана. Двери закрывают и запирают, а субъекта отправляют на допрос. Экспедиция внутрь SCP-432-2. Дата... ... Наблюдатель доктор Т. Смол. Субъект D-64-11. Женщина 32 лет. Нормального телосложения. За субъектом значится случай покушения на убийство. Субъект оснащена стандартным набором оборудования для проведения миссии и послана внутрь SCP-432. Камера включена. И субъект входит в SCP-432. Дверь удерживается открытый 3-х килограммовым грузом, помещенном в дверном проеме, который должен убрать дежурный техник, если это понадобится. Камера показывает, что субъект находится в длинном коридоре, стены которого сделаны из того же ржавого металла, из которого сделан SCP-432. Свет из открытой двери позади субъекта, а также свет лампочек, расположенных через непосредственные промежутки времени на стенах строения, обеспечивает видимость в тоннеле на 20 метров. Далее по тоннелю видны другие лампочки на стенах, но они светят очень тускло. Наблюдатель просит субъект включить фонарь и пройти дальше внутрь строения. Субъект подчиняется. Проход тянется приблизительно на 100 метров от входа, после чего заканчивается Т-образным перекрестком, ведущим налево и направо. Субъект спрашивает у наблюдателя, по какой дороге пойти, и идет направо по приказу. Д-64-11 отмечает путь назад к выходу мелом и проходит далее по тоннелю 50 метров, после чего доходит до перекрестка. Наблюдатель приказывает субъекту пойти по левому пути. Субъект ставит отметку на стене тоннеля и входит в обозначенный проход. Проходит 47 метров, после чего оказывается на другом перекрестке. Наблюдатель отмечает, что на видео и по каналам аудиосвязи появляются помехи, но пока незначительные. Субъект останавливается, чтобы сделать глоток воды из бутылки и отмечает путь назад перед тем, как выбрать, без разрешения наблюдателя. Правый проход. Наблюдатель делает D-64-11 замечание, но позволяет ей идти дальше. Проход поворачивает на 90 градусов налево через 18 метров, затем тянется прямо приблизительно на 73 метра. Перед субъектом появляется другой перекресток, но по мере того, как субъект приближается к нему, она замирает и сообщает, что может слышать ритмичный стук, идущий из-за стены. Наблюдатель усиливает звук, принимаемый камерой, и улавливает шум. Стук длится в течение 73 секунд, после чего прекращается. Субъект все еще стоит на месте, прислушиваясь, пытаясь спокойно дышать. Наблюдатель советует субъекту поставить отметку на стену и идти вправо. Субъект стоит неподвижно и высказывает свое предположение относительно природы SCP-432 и источника стука. Наблюдатель повторяет свою команду, и субъект продолжает идти, выбрав левый тоннель, как и было приказано. Субъект проходит почти 150 метров, как вдруг она останавливается и направляет камеру на левую стену тоннеля. Она замечает, что все осветительные лампы в этом коридоре разбиты, а осколки битых лампочек разбросаны по полу. Субъект продолжает двигаться вперед, отмечая, что она начала чувствовать слабый и неприятный запах. После просьбы описать этот запах, D6411 отвечает, что ты мертвая. Пройдя еще 24 метра, субъект замечает на полу тоннеля впереди некий предмет и подходит к нему. Качество видео с этого момента начинает ухудшаться. Камера наклоняется, когда субъект садится на корточке, чтобы осмотреть предмет. Наблюдатель спрашивает субъекта о том, что она нашла. Субъект объясняет, что это ботинок на левую ногу марки. Камера приближается к предмету, и субъект освещает его своим фонарем. Камера наклоняется вниз, когда субъект внезапно смотрит на пол тоннеля и громко ругается. Пол тоннеля покрыт высохшей субстанцией коричневого цвета, которая трескается и отслаивается, когда субъект вступает по ней. Брызги высохшей субстанции видны также и на стенах. Субъект отмечает, что вещество, возможно, является источником запаха, и она предполагает, что это высохшая кровь. Камера выхватывает несколько больших смазанных следов, идущих от основного пятна вглубь коридора. Дыхание субъекта становится учащенным. Наблюдатель просит, чтобы субъект забрала обувь и образец вещества для анализа. Субъект так и поступает, хотя жалуется на запах и просит разрешение покинуть SCP-432. Ее запросы отклоняются, и ей приказано продолжать движение вперед. Субъект продолжает идти дальше по коридору медленным шагом и начинает волноваться. Картинка неоднократно изменяется, поскольку субъект начинает смотреть через плечо. Видео и аудиосвязь начинают прерываться. Наблюдатель просит субъекта остановиться, чтобы посоветоваться с доктором. Доктор решает отозвать субъект, который теперь крайне взволнованный, и сообщает о звуках шагов за стеной справа от нее. Наблюдатель усиливает звук, но помехи не позволяют расслышать то, о чем говорит субъект. Доктор решает завершить экспедицию. Наблюдатель говорит об этом субъекту, который начинает идти к выходу быстрым шагом. Возвращение из SCP-432 проходит без происшествий, за исключением того, что субъект двигается все быстрее по мере того, как приближается к выходу. Как только она выходит из SCP-432, дверь закрывают и запирают, а субъекта отправляют на допрос. Экспедиция внутрь SCP-432, номер 3. Доступ к файлу заблокирован. Экспедиция внутрь SCP-432, номер 4. Дата. Наблюдатель доктор Смол. Команда состоит из трех человек. Д-5491, мужчина 27 лет. Д-8321, женщина 32 лет. И техник кадр. Набор оборудования для этой экспедиции отличается от обычного. Каждый участник несет. Один фонарь с продолжительностью работы 3 часа и дополнительным источником энергии, обеспечивающим дополнительную до 6 часов работу. Один микрофон с наушниками для связи с наблюдателем. Две пол-литровые бутылки воды. Два высококалорийных энергетических батончика. Субъект D-5891 несет 10 кусков светящегося мела. Один стальной прут длиной 250 мм. Субъект D-8321 несет. Одну установленную на плече видеокамеру с беспроводной передачей данных. Техник кадр. Один стандартный 9-мм пистолет берета с 20 патронами. Один ацетиленовый резак. Субъектам было приказано, чтобы они вошли в SCP-432, прошли на небольшое расстояние внутрь строения, а затем попытались прорезать внутренние стены с помощью ацетиленового резака. Камера включена, и команда входит в SCP-432. Дверь удерживается открытой 3-х килограммовым грузом, помещенным в дверном проеме, который должен убрать дежурной техники, если это понадобится. На экране видно, что команда находится в длинном коридоре, стены которого сделаны из такого же изъеденного ржавчины материала, как и сам SCP-432. Свет от фонарей освещает тоннель приблизительно на 30 метров. Команда двигается по строению. D-5891 отмечает светящимся мелом их путь по лабиринту. Пройдя несколько поворотов, выбранных наблюдателем наугад, команда доходит до перекрестка. Вдоль стены северного прохода тянутся две большие стальные трубы. Команда запрашивает у наблюдателя разрешения исследовать эти трубы. Ка кладет руку на одну трубу и отмечает, что она очень холодная на ощупь, и что внутри трубы что-то течет. Ка просит разрешения разрезать трубу, но наблюдатель отклоняет запрос и приказывает команде идти вдоль труб. Команда проходит на север от перекрестка вдоль труб почти 300 метров. Несколько раз заворачивает за угол, пока наконец трубы не приводят их в тупик. Наблюдатель приказывает команде зажечь ацетиленовый резак и проделать себе путь сквозь стену. В этот момент Ка выдвигается вперед и зажигает резак. D-5891 занимает позицию позади него с остальным прутом наготове, а D-8321 отходит назад, чтобы снять все это на камеру. Ка врезается в стену, пытаясь проделать отверстие достаточно большое, чтобы через него можно было пройти. Пока он режет отверстие, D-8321 отмечает, что она похоже слышала шум позади них. Изображение изменяется, поскольку она смотрит через плечо, но позади команда видит лишь пустой коридор. По запросу наблюдателя она оборачивается и продолжает снимать дальше. Ка сделал разрез приблизительно 1 метр высотой в стене. Как вдруг D-8321 снова отмечает, что она слышала, как кто-то ходит рядом и начинает озираться. D-5891 и Ка, похоже, не слышит ее из-за шума ацетиленового резака. Ка заканчивает вертикальный разрез и затем начинает делать короткий горизонтальный разрез, чтобы D-5891 мог проснуть прут и отогнуть кусок металлической стены. Когда после этого D-5891 выходит вперед и вставляет прут в разрез, слышит громкий рев, очевидно исходящий из стены. D-8321 кричит и начинает отступать. В этот момент видно, как вырезанный участок стены загибается внутрь, как будто его кто-то тянет с другой стороны. В этом месте на видео становится трудно что-либо разобрать, поскольку D-8321 пытается сбежать, а камера не способна снимать нормальные из-за ее быстрых движений. Передаваемые аудиосигналы сложно разобрать из-за помех и криков команды. Похоже, что большое существо проходит сквозь отверстие, сделанное К, и нападает на команду. Слышны выстрелы, по-видимому это стреляет К, а также крики D-8321 и D-5891. На аудиозаписи также слышен громкий рев, который предположительно издает существо. На кадрах видеозаписи видно, что данные удалены. Субъект D-8321 возвращается к обходу в SCP-432, раненая и в состоянии чрезвычайного психологического расстройства. Она выходит из SCP-432, и прежде чем техники смогли остановить ее, убирает груз, удерживающий дверь открытой, и закрывает SCP-432. Когда дверь вновь открыта, внутреннее расположение коридоров уже изменилось. D-5891 и техника считаются погибшими. Субъект D-8321 была отправлена на допрос, после которого ее устранили. Во время допроса обнаружилось, что к ремню рюкзака с оборудованием D-8352 пристал огромный клок шерсти животного. Шерсть отправлена на анализ. Экспедиция внутрь SCP-432 номер 5. Дата... Наблюдатель доктор Т. Смол. Субъект 8887. Мужчина, 19 лет, атлетического телосложения. За субъектом значатся случай группового изнасилования и убийства. Субъект оснащен стандартным набором оборудования для проведения миссий и послан внутрь SCP-432. Камера включена. И субъект входит в SCP-432. Дверь удерживается открыто 3-х килограммовым грузом, помещенным в дверном проеме, который должен убрать дежурный техник, если это понадобится. На экране видно, что субъект находится в коротком коридоре, стены которого сделаны из того же самого изъеденного ржавчиной материала, как и сам SCP-432, заканчивающимся Т-образным перекрестком приблизительно через 10 метров. Было замечено, что в этом тоннеле, в отличие от предыдущих экспедиций, и на стенах нет осветительных лампочек. По мере продвижения субъект отмечает, что по полу тоннеля разбросано битое стекло. Субъект включает фонарь и проходит к Т-образному перекрестку, затем идет налево по приказу наблюдателя, предварительно отметив свой путь мелом. Субъект идет по SCP-432, выбирая повороты на развилках по указанию наблюдателя. В это время субъект тщательно отмечает свой маршрут светящимся мелом и сообщает наблюдателю обо всех слуховых или визуальных аномалиях внутри строения. Субъект сообщает, что временами слышит отдаленный шум работающих машин. Сквозь стены, что внутри SCP-432 довольно холодно. Через 45 минут субъект прошел приблизительно 2500 метров внутри строения. Видео и аудиопомехи практически отсутствуют. Субъект тщательно отмечает маршрут внутри SCP-432 светящимся мелом. Как было замечено ранее, все осветительные лампочки на стенах в этом секторе строения разбиты. Субъект останавливается, чтобы сделать глоток воды из бутылки и съесть питательный батончик. После небольшого отдыха субъект продолжает свой путь и, повернув направо, обнаруживает три предмета на полу тоннеля. Субъект останавливается и освещает предметы фонарем, после чего выясняется, что это две смятые консервные банки и одна согнутая оловянная вилка. Банки частично проржавели и выглядят довольно старыми. Судя по маркировке, в них раньше была консервированная фасоль. Наблюдатель просит субъекта взять эти предметы с собой для анализа. Субъект продолжает двигаться вперед, но через 40 метров останавливается и сообщает наблюдателю, что слышит что-то. Наблюдатель просит объяснить, что именно. D8887 отмечает, что слышит тихие рыдания или плач, идущие откуда-то неподалеку. Наблюдатель просит определить, являются ли плачущие мужчины или женщины. И субъект отмечает, что это, похоже, мужчина. По каналам аудиосвязи сложно что-то ясно расслышать. Субъект в настоящее время стоит на Т-образном перекрестке, и наблюдатель приказывает D8887 идти в направлении плача. Субъект идет налево, проходит 30 метров по коридору. Поворачивает направо и идет по коридору еще 22 метра. Затем выбирает прямой путь на перекрестке и проходит еще 37 метров. Видеопомехи начинают усиливаться, и наблюдатель предупреждает субъекта, чтобы он не шел так быстро. Субъект жалуется, что темнота внутри SCP-432 препятствует его поискам. А затем кричит, ау, вы меня слышите, я иду. Наблюдатель делает выговор D8887 за крик, сообщая ему, что он может этим привлечь к себе внимание. Субъект спрашивает, а кто тут еще может быть. Но наблюдатель сообщает субъекту, чтобы он продолжал свой путь и определил место дохождения плачущего человека. Субъект останавливается на следующей развилке и прислушивается. По каналам аудиосвязи слышат протяжный стон или крик. Очевидно, человеческий, после чего прекращается. Субъект ругается и спрашивает, слышал ли наблюдатель крик, заявляя, что он прозвучал очень близко. Наблюдатель просит субъекта идти вперед. И субъект подчиняется, хоть и неохотно, пытаясь двигаться настолько бесшумно, насколько это возможно. Через 20 метров проход поворачивает налево. Субъект осторожно заходит за угол, и камера показывает, что проход кончается тупиком. Субъект приближается к стене и прислоняет ухо к металлу. Субъект поспешно отступает от стены, ругаясь шепотом. Наблюдатель спрашивает, что он услышал. И субъект шепчет, что-то есть за этой стеной, я не могу услышать, так как оно чем-то хрустит. Субъект шепотом просит разрешения немедленно покинуть SCP-432. Наблюдатель советуется с доктором, который соглашается отозвать субъект. Наблюдатель подтверждает, что субъект может возвращаться обратно. Что он делает в ускоренном темпе. Обратный путь субъекта и строение проходят без происшествий, хотя субъект часто смотрит через плечо и требует постоянной словесной поддержки от наблюдателя, чтобы не впасть в панику. Субъект выходит из SCP-432 через 1 час 47 минут после начала экспедиции и отправляется на допрос. Список материалов, найденных внутри SCP-432. Доступ к документам в этом файле разрешен только сотрудникам уровня 2 и выше после предъявления двух подписанных разрешений. Все описанные предметы были найдены внутри SCP-432 после проведенных к настоящему времени экспедиций. Листья. Найдена во время экспедиции номер 1. Всего 12 листьев. 3 дубовых, 4 ясеневых, 2 рябиновых, 3 кленовых листа. Все листья сухие и ломкие, выглядят очень старыми. Обувь. Найдена во время экспедиции номер 2. Единственный спортивный ботинок на левую ногу, сделанный из резинной ткани с эмблемой фирмы ХИК на лодыжке. Маркировка и стиль производства позволяют датировать ботинок 1982 годом. Присутствуют признаки сильной изношенности, потертые шнурки, стоптанная подошва и потертый носок. Сам ботинок покрыт тонким твердым слоем земли и ржавчины. Высохшая кровь. Найдена во время экспедиции номер 2. Образцы взяты с большого высохшего кровавого пятна. Тесты подтвердили, что кровь является человеческой, мужской. Группа первая положительная. Кровь слишком старая и поэтому не подходит для восстановления ДНК. Шерсть животного. Найдена во время экспедиции номер 4. Большой ком спутанной звериной шерсти тусклого коричневого окраса. С большим количеством мертвых клеток кожи, прилипших к корням волосков. Длина волос составляет примерно 13 сантиметров. Шерсть грубая и жесткая, пахнет весьма неприятно. Анализ ДНК показал, что животное относится к семейству отряда. Но при этом в строении ДНК присутствует значительное отличие, что позволяет предположить о данной удалены. Консервные банки и вилка. Найдена во время экспедиции номер 5. Две смятых и пустых банки из подконсервированной жареной фасоли с фрикадельками. И одна оловянная вилка. Банки, очевидно, были открыты консервным ножом, а их содержимое было съедено. Высохший остаток подтверждает, что внутри банок действительно была жареная фасоль с фрикадельками. Внутри одной из банков обнаружены следы человеческой крови, смешанные с соусом, а также незначительные следы человеческих тканей. Кровь и ткани смешаны с соусом, что позволяет предположить, будто их специально добавляли в пищу перед употреблением. Вилка сделана из олова и по внешнему виду похожа на те вилки, которые входили в армейские наборы в 1940-х годах. Она согнута и покрыта царапинами, что позволяет судить о частом использовании. Зубцы вилки покрыты тем же высохшим соусом, что было обнаружено в банке из поджаренной фасоли с фрикадельками хлопьей. Со следами человеческой крови и тканей. Зубцы вилки. Зубцы вилки. Продолжение следует... Продолжение следует...